Две секунды до старта, одна секунда, взрывели моторы и мы поехали! Заглох на старте, авария, Лапалайнин! Авария врезается только из плотов, гонка для Коста закончена, оплатим пол позиции, это 57-й. Михаил Белов, какая катастрофа! Два лидера этого заезда, которые потенциально могли выиграть гонку, оба сходят с дистанции. Невероятно, невероятно, катастрофа, плачет, практически плачет Коста Лапалайнин. Катастрофа для финского гонщика. У него сломана задняя подвеска, у автомобиля Михаила Белова передняя подвеска. Ну и вполне допускаю, что сейчас не только желтые флаги могут быть, но и автомобиль безопасности появится на трассе, потому что нужно убрать машину финского гонщика. Куда там уехал Белов. Ну он сейчас тоже заезжает, я так понимаю, куда-то в безопасное место или нет? Пока он не паркуется, он едет, но едет очень медленно. И вот только сейчас его автомобиль уже замирает здесь, в более-менее, наверное, безопасном месте. Так, автомобиль Лапалайнина фактически уткнулся в финского гонщика. При том, что Шот успел это сделать. Ну там тоже на грани фактически это было. Да, именно маневр Шота смутил нашего гонщика. Видите, смотрите, сразу Патрик уходит внутрь, и туда же внутрь уходил и Михаил. Но он подумал, что сейчас центр закрыт, попробуй обойти снаружи, и перед ним оказалась машина Косты Лапалайнина. Очень он расстроен, очень. Все было в руках, второй старт, не получается старт. Я в шоу российскому архитектору... А, подождите, перевернута машина. Но это, это, какой же это автомобиль, 50. А, все хорошо, отлегло от сердца, я уже испугался. Это просто во время транспортировки перевернули автомобиль. Но гонщик внутри. Гонщик внутри, посмотрите, какой кошмар. Михаил Белов, вот это да. Просто на ровном месте перевернули его формулу. Сейчас гонщик находится вниз головой. Ну, конечно, ему ничего не угрожает. Есть и каркас безопасности, мы видим. Ну, в смысле, дуга безопасности, он вылезает. Я, честно говоря, первый раз такое вижу при эвакуации формульного болезня, чтобы он переворачивался, при этом еще гонщик находился внутри. Гонщик, значит, правильная точка приложения силы. И сразу раз на ровном месте даже формулу можно перевернуть. При этом что? Вот автомобиль Артема Лабаненко, у которого переднее крыло сбито. Фактически за сейфити-каром был контакт. Был контакт за сейфити-каром. Вот в чем причина. 69 номер есть и Соломинаучио. В этот раз не ему оторвали, а Текон оторвал. Сзади в него ударил Артем Лабаненко. Повредил переднее крыло и, соответственно, вылетел за предел трассы. Ну, в общем, сам виноват. Нужно держать дистанцию. За сейфити-каром обгонные запрещены. И вот мы видим, что уже поврежденная машина возвращается назад. Более того, посмотрите, прыгает переднее колесо правое по... По собственному крылу. И сейчас как бы еще по полной. Я на самом деле не... Так вот, начал я говорить, что эти две трассы похожи. Еще раз смотрим, что было на старте. Шот успел. Шот успел. И маневр своим обманул Белова. Белов дернулся на машину. Лаб полайнена. Надеялся, что там свободное место. Что сможет он по внешнему радиусу всех обойти в первом повороте. И удар. Ну, знаешь, у меня такое ощущение, кстати, что там все-таки свободное место-то было. Но просто не успел вывернуть. Да, слишком поздно, конечно. Слишком поздно. И уже делать было нечего. Очень. Посмотрите, просто все новые и новые кадры расстроенного Лаб полайнена. Ну, действительно, просто не удается ничего здесь в нижнем на стартах. А это, собственно, момент переворота. И, конечно, опа. Я думаю, что маршалы удивились на глазах, в которых все случилось. И меньше, чем сам Михаил. И сам Белов тоже, конечно.